Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Так, в принципе, я всегда начинаю. И далее у нас идет расклад. Сегодня тема будет, скорее всего, не о таро и не о раскладах, а тема будет рассказать вам о своей новой задумке. Если вы читали пост о выгорании, который я написала в августе в разделе «Сообщество» на моем канале, то там четко прослеживалась такая вот некая усталость, что и послужило, в принципе, одной из причин того, что в августе я не записывала расклады. Я была действительно не в ресурсе выгорания, но этот период какой-то вот, то есть весь август я, в принципе, не работала, позволила себе отдыхать, он был разделен на несколько этапов. И я расскажу вам больше о второй части этого отпуска, что послужило непосредственно той идеей, которую я хочу реализовать. Итак, о чем это? Это о том, что, с одной стороны, мне хотелось действительно отдохнуть, ни о чем не думать, просто разгрузить свою голову, потому что огромное количество информации, мыслей, даже не столь информации, а сколько мыслей. И мысли, которые крутятся, крутятся всегда в нашей голове, одни и те же, они нас грузят. И мне хотелось вот какой-то легкости, да, это вот если говорить про внутреннее состояние на уровне ментала. Какой-то период я, конечно же, разгружала свою голову, да, но я, так скажем, наркоман на знание, то есть я знание-зависимый человек. И вот вторая половина моего отдыха, она привела меня к тому, я не помню, как это все началось, когда я зашла на YouTube и стала смотреть ролики, разные ролики. Я всегда их смотрю на разные темы, на разных языках. Разных я имею в виду, ну, либо греческий, либо русский. И вот один из роликов рассказывался о том, очень интересное место у нас есть здесь в Греции, Дельфин называется, да, Дельфуш, не знаю, как по-русски. В общем, там, где сидела в Древней Греции Пифия, да, и давала свои предсказания. Вот, и появился там человек, рассказывал очень интересные вещи с точки зрения истории, да, всех этих пониманий. И вот, знаете, обычно один ролик, предлагаемый за другим, навел меня на тот ролик, на который я подсела. И ролик это одного исследователя. Он писатель и исследователь, грек. Ну, в дальнейшем я о нем расскажу немножко. Если я не ошибаюсь, да, а вот как-то так интересно, что, по-моему, фамилию его-то я здесь где-то и не записала. Ну, не суть. В начале первого занятия я обязательно про него расскажу. Александр, по-моему, его зовут Харалабидис сейчас. Это важно для меня, потому что, чтобы его имя прозвучало. Потому что я всегда за авторство. Так, его зовут Йоргус, да, правильно я сказала, Йоргус Харалабидис. Он писатель и исследователь. То есть человек, который изучает древние писания, трактаты, древнегреческие писания, трактаты, и переводит их на новогреческий язык непосредственно с точки зрения, ну, чтобы было понятно, людям метафизики, да, то есть со смыслами, что подразумевалось. И на самом деле, я посмотрела его ролики, мне очень-очень понравилось, и я наткнулась на один такой интересный трактат, о котором я, если честно говоря, слышала просто поверхностно, но ничего о нем не знала. Это трактат непосредственно, как по-русски-то называется, Гермес Трисмегис. Боже, это очень сложно для меня, переводить его на русский язык. По-гречески звучит Эрмис Трисмегистош, ну, то есть очень схоже с русским названием. Так вот, этот трактат, автором которым предполагается, что является Гермес, рассказывал очень, описывал очень интересные вещи. И в данном случае он упоминался, в трактате, скорее всего, упоминались моменты, непосредственно связанные с медитацией, моменты непосредственно связанные с душой, с состоянием души, кто такой Бог, где он находится, и очень много интересных таких вещей. Когда я это слушала, я, знаете, как-то так воодушевилась, мне очень понравилось, и мне захотелось передать эту информацию и вам. Почему? Потому что, вот если бы вы знали греческий язык, да, так хочется сказать, я бы просто поделилась ссылкой, сказала, вот, послушайте, товарищи рассказывают очень интересные вещи, но ясное дело, да, что вы не знакомы. Есть, конечно, категория людей, моих подписчиков, кто живет в Греции и, ну, знает. Вот, но, в принципе, мне очень захотелось поделиться этими знаниями. У меня родилась такая идея, а что, если я возьму эту информацию и переведу ее на русский язык, но не в прямом смысле дословном, да, ну, так как я не являюсь профессиональным переводчиком, а передам суть, вот именно вот эту вот глубину, которую прочувствовала я, эти знания, которые прочувствовала я. Почему? Потому что, на мой взгляд, они мне показались прям, знаете, ну, вот, как глоток свежей воды, да, прям что-то такое очень ценное. Это когда, я не знаю, как будто бы узнаете какой-то секрет, и вот вам хочется этот секрет, невзирая на запреты, да, донести другим людям. Вот у меня возникло такое же ощущение. Поэтому я решила сделать следующее. Я решила взять, то есть, по сути, взять эти ролики этого человека и перевести на русский язык, знаете, не просто перевод, но еще со своими дополнениями, со своими интерпретациями. Безусловно, я поискала в интернете, я увидела, что есть переводы на русский язык данного трактата, но, знаете, перевод переводу рознь, я так скажу. И сложность в чем заключается, я сейчас поясню. Вообще, трактат написан на древнегреческом языке. Сейчас мы в греце не разговариваем на древнегреческом языке, хотя, безусловно, в школах его изучают. Разговариваем на классическом языке. Отличается. Очень сильно отличается, хотя многие слова можно понять, но, в общем, очень сильно отличается. Безусловно, грамматика, ну, то есть, отличия есть. И поэтому, даже если мы переводим с древнегреческого на классический греческий, либо, как я его называю, новый греческий язык, уже есть некие такие искажения. С другой стороны, когда я прочитала трактат, я, ну, я знаю, я попала на один из переводов, который, на русский язык, да, который есть в интернете. Я не знаю, может быть, есть еще. Я не искала. Но суть, в чем заключалась, в том, что сложность перевода, вот именно данного трактата, я не буду говорить за другие, заключается в том, что древнегреческий язык, он построен таким образом, что каждое слово, оно имеет свой смысл. Ну, то есть, это не в контексте того, что ясное дело, что если мы говорим там мышка, это мышка, мы понимаем, это мышка, нет. А здесь подразумевается более такой глубокий смысл, то, что скрывается, да, за кадром. Вообще, очень интересный такой момент, в Греции были, была такая профессия, как вот в прямом смысле перевести я не смогу, но я вам напишу суть этой профессии, да, потому что как она вот конкретно называется на русский язык, я даже не смогу сказать. То есть, это, наверное, слово-сочинитель, вот так, если бы можно было переводить. Задача человека была брать предметы и давать им имена. Однозначно предметы, которые, ну, неизвестны, то есть, это не только вот там из бытовой жизни, да, это может быть какие-то абстрактные даже понятия. И придумать такое слово, не просто придумать, взять и придумать, а придумать таким образом, чтобы это слово несло в себе суть, чтобы в самом слове было понимание сути природы того или другого предмета, который мы описывали. И на самом деле придумать, вот попробуйте даже для себя, ну, вот придумать, допустим, лампу, да, если бы она не называлась лампа, то как бы еще она называлась, да, и при этом, чтобы суть не менялась. То есть, лампа это то, что издает свечение, но это не должно быть в трех словах, а это должно быть в одном слове. Так вот, вообще, древнегреческий язык, как и новогреческий в данном случае, он имел первое, то есть, каждое слово, оно имело свой очень глубокий смысл. И поэтому сам по себе данный трактат, который я буду переводить, в принципе, на этом и будет основана реализация моей задумки. Это курс несколько лекций, да, ну, несколько видеороликов, не важно, как это будет называться, по крайней мере, для меня, для меня важно передать эти знания. ролики будут маленькие, примерно по 30 минут. Почему? Потому что хочется, чтобы вот информация заходила легко, она сама по себе очень насыщенная, поэтому вот растягивать на целый час, мне показалось, что вот это будет слишком. Поэтому ролики будут получасовые, их будет не так много, почему? Потому что сам по себе трактат, он небольшой, то есть он примерно, ну, вот если с пояснениями и уточнениями переводом, то вот у меня в папке на гугле он занимает 6 страниц всего лишь, и то это с пояснениями и объяснениями, то есть сам трактат примерно на 2 страницы. Но дело в том, что из-за того, что он описан, еще раз скажу, на древнегреческом языке, а допустим, и он разделен, условно говоря, на 15 абзацев, то есть сам текст состоит из 15 абзацев. Один абзац может быть одно предложение, то есть один абзац может состоять из одного предложения, но сложно составляющего предложения, то есть это не в трех словах, он достаточно такой большой, да, сложно составляющий. И каждое слово в этом абзаце, оно имеет смысл. Так вот, касательно русского перевода, все эти слова, они имеют очень большой смысл, если они звучат на своем родном языке. Когда ты стараешься перевести на другой язык, то смысл теряется. То есть вот эта вот глубина, она теряется. И в переводе иногда, заменяя одно слово на другое, может потеряться смысл вообще всего предложения. Например, одно дело, если мы будем говорить, например, употреблять слово разум, а другое дело, если мы будем употреблять слово ум. Казалось бы, это очень близко, но это разные понятия. И если в неправильном месте использовать одно или другое слово, либо разум, либо ум, теряется сама суть. Один момент сложности перевода, с чем я даже сама столкнулась, когда вот я старалась переводить, ну, допустим, на греческом языке, это мне понятно, а если это перевести на русский язык, то есть, а какое из этих слов то подходит? Это один момент. И второй момент данного трактата, в чем сложность заключается, в том, что если человек не подкован философски, если у него нету понятий некоторых вещей, то трактовать слово, даже если переводить дословно, можно по-разному, то есть, иногда употребляя какое-то слово, знаете, как метафору даже некую, то заметно, что, допустим, в прямом смысле, да, будет озвучено слово как свет, да, либо как солнце, но подразумевается как некий источник, да, то есть, есть очень много таких моментов, и я их буду озвучивать, когда незнание вот этих вот философских моментов о том, как, например, то есть, в трактате согласно гуглу, потому что я не знаю точно, когда был написан этот трактат, да, но вот согласно информации гугла, которую я нашла на русском языке, да, обозначен как третий век, и вот, то есть, это далеко до того момента, когда появился, появились греческие философы, то есть, непосредственно Пифагор, Аристотель и так далее, вот как раз-таки более позднем времени, да, как раз-таки в трактате Платона, в трактате Аристотеля о душе, о том, как состоит, из чего состоит душа, что такое душа, есть как раз-таки описание и пояснение некоторых частей этого трактата, то есть, если мы просто переведем трактат на русский язык, у нас получится абракадабра, то есть, непонятный набор слов, но, когда есть понимание, да, то есть, допустим, если упоминается такой момент, как, например, слово душа и в дальнейшем основываясь опять-таки на описании Аристотеля касательно трех составляющих души, то есть, о чем это, да, о каких частях говорится, о чем идет речь, либо беседа Платона, где он как раз-таки говорит, да, использует метафору Колесничева с двумя лошадьми, тоже, как описание строения души, ума, разума и так далее, и так далее, так вот, не зная этого, трактат сам по себе, он теряет смысл, и кажется, вообще не разбериха, вообще непонятно, что. Дальше есть очень интересные такие моменты, что в трактате упоминается имя господина, да, в данном случае господин мы можем перевести как бог, творец, но если учесть, что это вообще до какой-то вот христианской религии, то есть, задолго-задолго до христианства был написан этот трактат, есть некоторые моменты, которые переводились уже вот в позже время, когда уже появилось христианство и непосредственно данной религии, то некоторые моменты додумывались, и коль было использовано имя господин, ну, можно сказать, и как творец, да, как бог и так далее, да, то есть, какие-то моменты, например, там есть часть, где говорится о том, что непосредственно сам творец не создавал ничего, да, а у него были помощники, так вот, слово помощники, допустим, в переводе они так и звучат, допустим, как помощники, но, видимо, человек, который переводил этот трактат, заменяет слово помощники на архангелов, там, ангелов, ну, то есть, включает еще какую-то свою дополнительную интерпретацию, и мне эта история напомнила мультик про Стоквашина, про Простоквашина, если вы помните такой момент, когда дядя Федор сел писать письмо своим родителям, да, начинает, что вот все вот у меня хорошо, и так далее, потом куда-то убежал, пришел кот Матроскин, там, дописывает только молоко мне не дают, там, либо еще что-то, тут прибежал в шарик, дописал там что-то про косточку, почитали он Печкин, и получилась такая вот билиберда, то есть, каждый дописал что-то свое, и родители, когда стали читать малыша это письмо, то есть, я не понимаю, да, линять стал, там, еще что-то, вот такие моменты, и этим мне не совсем понравился русский перевод, к чему я это сейчас говорю, к тому, что можно найти, безусловно, адекватный перевод, ну, прям вот желательно, чтобы это вот был конкретный, вот прям, как это, слово в слово, перевод без каких-либо додумывание, но, на самом деле, это сложно, это сложно, ну, я, по крайней мере, не нашла, если вы найдете, окей, что я хочу сделать в этом курсе лекции, как вы уже поняли, да, либо несколько роликов на эту тему, я хочу взять этот трактат, и перевести, как я уже говорила, на русский язык, с пониманием, потому что знания, которые там действительно есть, они очень-очень ценные, очень глубокие, и каждый раз, чем шире познания, ну, по крайней мере, мои, да, личные, вот, в сфере философии, психологии, то, как устроен наш ум, и эзотерики, тем каждый раз я смогу смотреть и перечитывать этот трактат, и видеть нечто большее в нем. Это, в принципе, то, что я хочу. Как это будет происходить? Я уже сказала, что это будут ролики примерно получасовые. Я буду изначально читать вот этот вот абзац, то, как он условно разделен в этом трактате. Это один из самых больших трактатов, потому что, на самом деле, это несколько таких трактатов было, да, но вот где-то вот обрывками они сохранились, а вот это вот самый такой вот большой, в котором, условно говоря, 15 абзацев, как я их называю, но некоторые из них утерянут, то есть там идет примерно до седьмого, а потом утеряны пять, и начинается, по-моему, либо с двенадцатого, либо с тринадцатого продолжения по пятнадцатый. Поэтому там основная такая часть, там, где, ну, начинается самое интересное, когда Гермес рассказывает о том, что же он понял из того, что ему передавало знания непосредственно сам Бог, вот эта вот основная часть, она утрачена. Итак, как будут проходить, да, эти ролики, что в них будет? Я буду зачитывать этот абзац сначала на древнегреческом, вам, возможно, ну, чистого любопытства, будет интересно послушать, как звучал древнегреческий. Затем это, вот этот вот абзац, да, условный, я его переведу на новогреческий, да, как он звучит, то есть вы сможете сопоставить два языка, насколько, ну, по крайней мере, на слух они абсолютно разные, и потом вот этот вот новый греческий я буду переводить уже на русский, да, с пояснением, то есть о чем здесь написано, о чем идет речь. Изначально, я, знаете, думала, а что если вот просто сразу взять и говорить, там, перевод на русский, зачем людям, например, слушать, там, новогреческий, то есть классический греческий, либо древнегреческий, ну, наверное, из-за того, что древнегреческий, это все-таки основа самого трактата, да, то есть, что именно там мы переводим, да, как подлинник какой, если бы просто с древнегреческого переводить сразу на русский, то же было бы не совсем понятно, по крайней мере, мне не хватает, то есть вот сразу с древнегреческого на русский перевести для меня сложно, поэтому я оставила так, как я слышала эту информацию непосредственно от человека, который я озвучила в самом начале, и то, как он рассказывал в своем ролике, да, давал эти описания, я их буду потом переводить на русский язык, сразу скажу, я не являюсь автором этой информации, то есть источник, я вам сказала, вот, моя задача, то просто перевести на русский язык понятным языком, потому что, опять-таки, знаете, вот одно дело можно перевести, а другое дело, вот можно еще и что-то сказать, проинтерпретировать, дополнить, расширить, то есть обязательно я еще что-то свое, да, я ей привнесу, и это будет вот непосредственно, скорее всего, самой последней части, да, когда все-таки наша любимая Таро, она все равно, то есть, когда человек смотрит, ну, профессионал, он начинает мыслить категориями своей профессии, если в данном случае, профессия моя, это Таро, то вот я этими категориями и мыслю, то есть я не могла не увидеть аркан колесничьего, я не могла не увидеть аркан мира, то есть, и про это я тоже буду рассказывать. единственный момент, который я хочу сразу уточнить, это связано с тем, что имена, которые будут звучать, они будут звучать на греческом, а не на русском, то есть на русском языке, о чем я имею в виду, да, когда я искала этот трактат, я нашла, ну, загуглила, да, небольшую информацию на русском языке, и речь идет вот о чем, ну, то есть мне важно было понять, как же рассказать простым людям, да, кто такой Гермес Трисмегис, ну, изначально, если опять-таки меня будут смотреть мои коллеги-торологи, это даже упоминая древо жизни, да, каббалистическое понятие, речь о Гермесе, она идет так или иначе, он изображен у нас в аркане мага, вот, и в древо жизни этот путь, которому соответствует аркан мага, да, он тоже упомянут, все, кто знаком с мифологией, знают Гермеса, как бога в древнегреческой мифологии, у которого, наверное, наибольшее количество всяких обязанностей, то есть он являлся основателем непосредственно, письменности, да, то есть все, что связано со знаниями, да, он являлся проводником душ в потусторонний мир после того, как они умирали, он был покровителем детей и юношей, он занимался и был покровителем все, что связано со спортом, он являлся покровителем торговли и, как следствие, воров, тоже, то есть у него очень много разных, так скажем, обязанностей, да, то есть он такой многогранный бог, хотя среди всех олимпийцев, да, олимпийских богов, он является самым молодым, вот, вот, по-моему, когда на курсе Древо Жизни, когда я рассказывала про Гермеса, вот эта вот вся информация в картинках, она была, поэтому, если вы еще не смотрели, да, этот курс, не изучали, он тоже интересен, то есть если вам интересны знания, даже если вы не имеете никакого отношения к Таро, по крайней мере, либо самостоятельно изучите, ну, либо можете приобрести у меня курс Древо Жизни, он интересен, он познавательный такой, так вот, имена, они будут звучать на греческом языке, потому что, во-первых, мне удобно, вам все равно, как это будет звучать, потому что вам нужна сама информация, ну, а мне просто сложно на русском это озвучивать, потому что у меня идет какой-то, знаете, слух режет, искажение, ну, то есть я привыкла вот так, а тут это вот когда имя твое коверкают, и ты понимаешь, что вот как-то вот слух режет, ну, не то, поэтому, ну, мне проще будет так, а поскольку я передаю информацию, достаточно эгоистично, я решила, что будет так. Итак, в двух словах, да, кто такой вообще Гермес, значит, что пишет нам в гугл, Гермес Трисмегист, то есть, О, Эрмис Трисмегистож, либо, смотрите, я говорила про перевод, и это имя, да, то есть, с греческого Эрмис Трисмегистож, либо его называют Гермес Трисмегист, ну, то есть, вот так как звучит по-гречески, да, только в русском формате, либо переводят, ну, то есть, Гермес, это ясно, но, Трисмегистож переводится как Трижды величайший, да, правильно я прочитала, Трижды величайший, да, правильно получала, то есть, и это уже искажение, почему, потому что Трисмегистож означает три величины, но не величайший, как великий, да, как должность, как чин, а просто из-за того, что у него есть три измерения, да, то есть, он в трех измерениях происходит, и когда как раз, мы будем изучать этот трактат, о котором я говорила, вот это вот проявление, трехстороннее проявление, либо составляющие нашей души, вот, очень подходит как раз-таки Гермесу, да, то есть, он не трижды величайший, как великий, а как три величины, как, например, мы говорим, бессознательное, сознательное, сверхсознательное, вот это про это, и то есть, здесь я уже читаю, у меня сразу в голове несостыковка, безусловно, для какого-то другого человека, ну, название и название, да, то есть, ну, смысл, для меня это важно, потому что в трактовке, которую я буду использовать, мы это будем интерпретировать, поэтому вот это вот уже искажение, это я хотела вам показать как раз-таки пример искажения перевода с одного языка на другой, это, ну, это не связано только, допустим, если мы греческий переводим, мне кажется, такое будет, ну, на любом языке, на русском языке тоже есть какие-то слова, которые, ну, теряют смысл, когда их переводишь на какой-то другой язык, так вот, касательно Гермеса, это имя, оно синкретического, божества, кому неизвестно, что значит, я, например, тоже не знала, что значит синкретическое, да, оказывается, синкретизм, это философское понятие, это сочетание разнородных философских начал в одной системе без их объединения, то есть мы берем одного персонажа и другого персонажа, и мы, когда их соединяем, они не слияют, ну, нету слияния полного, да, то есть растворения одного в другого, это вот как будто бы двухлики получается, то есть есть одна часть и есть другая часть, поэтому сочетание разнородных философских, разнородных, разнородных философских начал, да, разные философские начала в одной системе без их объединения, то есть они существуют, но они между собой как-то не слияются, они имеют место быть, но они не слияются, это называется синкретический божество, а почему? Потому что он сочетает в себе черты древнегреческого бога мудрости и письма, нет, вру, потому что мудрости не древнегреческого, а древнеегипетского бога мудрости и письма, то-то, то есть тот, который изобрел непосредственно письменность, вот, и древнегреческого бога Гермеса, хотя Гермес, он тоже изобрел астрологию и многие науки, да, в том числе и музыку, то есть он первым создал музыкальный орган, такой как Лира, и, по-моему, еще одно что-то, что-то связанное с дудкой, сейчас я не помню, то, что в дальнейшем потом было обменено с богом Аполлона, то есть Гермес отдал Аполлону свою Лиру и взамен взял Жезл, это Жезл, как раз таки вот, может, мой, Кадуцей называется по-гречески, нет, по-русски, у меня иногда бывает так, что слова путаю, вот, вот этот Жезл, в данном случае изображение, то есть он раньше принадлежал Аполлона. Так вот, Гермес-Трисмегист, как называют по-русски, да, это вот слияние вот этих двух богов, да, то есть древнеегипетского бога Тода и древнегреческого бога Гермеса. Вообще, есть такое понятие в эзотерике, как герметизм, может быть, слышали, это вот как раз таки философское направление, связанное непосредственно с знаниями, которое вот передавалось от Гермеса, ну, как предполагается. Так вот, есть определенный такой свод, даже, да, который называется герметический корпус, да, либо на латыни корпус герметику, герметический свод, или вообще герметика, то есть это совокупность трактатов Тода Гермеса Трисмегиста, да, то есть не один такой трактат, был, как я вам уже говорила, не все сохранились и не все части сохранились, вот, это философский такой, философского характера, сохранившийся на древнегреческом языке, изложение герметической философии, то есть философии Гермеса в данном случае, да, греческих и египетских представлений, изложенных в виде мистических таинственных учений, и это главное, потому что если нету опять-таки понимания, да, мистицизма, философии, то интерпретировать их, эти трактаты, сложно, то есть, если ты переводишь, как я уже говорила, дословно, смысл теряется, есть смысл перевода, когда есть база непосредственно философская, то есть, есть на что опереться, и написаны они на не классическом греческом языке примерно в середине третьего века, из дошедших до нас более других имеет значение 14 трактатов, объединенных под общим названием Пемандр, вообще-то там не трактатов, да, то есть 14 трактатов до нас дошли, и самый вот такой известный это вот Пемандр, это опять-таки по-русски, то, что мы будем изучать, на гречески это звучит Пемандрис, и этот, данный трактат мы будем изучать, и далее пишется, то есть, он был переведен на латинский язык итальянцам Марсилио Фичино, и под словом Пемандр в тексте именуется говорящий с Гермесом Трисмекистом божественный ум, то есть кто такой Пемандр, в принципе, когда мы будем это анализировать, сам непосредственно трактат, вы сами поймете, да, но вот нам здесь говорят, что это божественный ум, ну, то есть это божественный ум, либо это сам непосредственно Бог, либо это разум, то есть здесь вот игра слов, понимаете, вот интересный такой момент, и поэтому весь трактат основан на диалоге, на диалоге непосредственно Гермеса, который разговаривает с Богом, с божественным умом, не знаю, как хотите, так и называйте это, ну, то есть выводы будут ваши после того, как мы завершим анализ данного трактата. Итак, еще раз скажу, по-русски он называется, где-то он пишется через оборотную Э, как мое имя, да, Пемандр, где-то он называется Пемандрис, ну, это если вы хотите поискать, да, почитать, сразу скажу, ничего не понятно, вот, ну, то есть, если без подготовки, но именно данный трактат, да, мы и будем изучать, интерпретировать, и я вам буду рассказывать непосредственно об этом трактате, значит, Эрмис по-гречески, да, как это будет звучать, Эрмису Трисмегистош и название трактата Пемандрис. Вот об этом я хотела рассказать, сегодня достаточно большой такой ролик, потому что он вступительный, вступительный всегда такие достаточно глубокие, если вам, кто-то можно сказать, вообще мне не интересно, там, Древней Греции, там, философия и так далее, и так далее, но если вы все-таки решитесь, да, прийти и приобрести эти ролики в записи и послушать о чем, то вы увидите, что информация на самом деле независимо от того, что, ну, вот если мы действительно предположим, чтобы был этот трактат написан в третьем веке, да, у нас сейчас на дворе двадцать первый, то информация вообще никак не устарела, информация не может быть устарелой ни в каком веке, если она действительно идет от источника, потому что время, оно только присущее нашему плану, вот, и поэтому сказать, что она как-то может устареть, если она идет от источника, то нет, она вот как это, как бог, вездесущий, поэтому, как вы уже поняли, да, мы будем изучать трактат, я его разделю на несколько уроков, насколько я не могу сказать, все будет зависеть от того, сколько я смогу проинтерпретировать, либо перевести за промежуток тридцати минут, ролики будут маленькие, специально, чтобы люди не уставали, вот, и, ну, сколько выйдет, пять, может быть, роликов, да, а может и десять, ну, не больше, это сто процентов, да, то есть, может быть, пять-семь, если хотите, то варианты будут следующие, как я делала с курсом Древа Жизни, так же я предполагаю делать и сейчас, то есть, пока я записываю эти ролики, они будут доступны в одиночном порядке, то есть, вот они вышел, вышел один ролик, вы его сразу можете приобрести, я буду давать анонс, вышел, вы его сразу можете приобрести, вот, и когда я закончу все это писать, да, я сделаю одну отдельную, ну, одну общую сумму, да, то есть, он уже не будет продаваться про частям, он будет продаваться целиком, пока стоимость, я уже сразу могу сказать, стоимость одного такого ролика будет 750 рублей, поэтому, кому интересно, да, можете писать мне на почту, да, почту я оставлю в описании, вот, и я вам буду давать ссылку, в принципе, то, что я делала и с курсом Древа Жизни, пока я его создавала, кстати, если вы хотите приобрести курс Древа Жизни, он уже готовый, тоже можете написать мне на почту, либо под любым моим роликом, есть ссылка, которая называется, мои услуги, нажимаете на нее, переходите, читаете любую информацию, там, все мои услуги есть, сколько это стоит, как приобрести, что нужно сделать, о чем это, то есть вся информация будет там озвучена. Ну, а я приглашаю вас к первому занятию и благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok